Сказали 29-го. 29-го ждали, не было. Там опять написано было до 30-го, до 22-х часов. 22-х часов до утра опять нет. Перевели на 31-е число. 31-го тоже также написали до 22-х. И снова нет. Рушинья Буракова, как и многие нижнекамцы, возмущена тем, что горячую воду не подали в срок. Бойлера у пенсионерки нет. Воду приходится греть. 1 сентября нужно было детей купать. Волосы все грязные у детей. Школу провожать. Что это за безобразие у нас, я не знаю. На фоне всеобщего отключения горячей воды ситуация на Мира-5 в одном из подъездов оказалась хуже всего. Там три дня люди сидели и без горячей, и без холодной воды. Водовозка сюда не приезжала, и жителям приходилось покупать воду. В магазине покупали. Привозная у нас за деньги покупаем. 19 литров от воду. И все. Ничего не было. Шквал возмущений появился и в социальных сетях. Изначально информация в объявлениях гласила, что горячую воду подадут 29 августа. Затем гидроиспытания продлили до 31-го. А после продлили еще на день. У нас нет горячей воды, и холодная ржавая течет. Волосы у дочки без укладки стоять будут. А у нас на корабельной 13 даже не бежит из крана ничего. Ни ржавой, никакой воды. Вечером ждем комментария, что продлили до завтра. В водоканале нам сообщили, что продление срока подачи горячего водоснабжения связано частично с порывами на их сетях, а частично с порывами на теплосетях. В очередной раз горячую воду обещали подать во все дома сегодня вечером. Как это будет на деле, узнаем уже скоро. В случае очередного продления гневные комментарии тех, кто воды не дождался, появятся в соцсетях. Светлана Шумкова, Максим Липин, Новости НТР.